Первый отборочный тур танцевального проекта «Ойна Хрым» состоялся в Крымско-Татарском академическом музыкально-драматическом театре. Конкурсанты представили на суд жюри национальные крымско-татарские танцы. О том, как проходил конкурс, расскажет наш корреспондент Диляра Шевкетова. После проведения двух кастингов состоялся мастер-класс. Заслуженная артистка Крыма, главный балетмейстер ансамбля «Хрым на дереве и мир», поделилась секретами крымско-татарского танцевального искусства. Согласно правилам шоу, участники должны исполнить крымско-татарские танцы. Марлена Джарипа с детства увлекается танцами. Своё будущее он видит в карьере танцора. Сегодняшний конкурс для Марлена – шаг на пути к мечте. Я готов не то чтобы создать новый вид танца, я готов в дальнейшем, в будущем, работать с молодыми исполнителями, делиться с ними своим опытом, показывать что-то новое, может быть какие-то свои новшества будут в будущем. Стоит отметить, что исполняли крымско-татарские танцы и представители других национальностей. Знаете, для меня это впервые. Сегодня будет дебют на нашем первом туре. Никогда я не исполняла крымско-татарский танец. Переполняют эмоции. Конечно, есть волнение, как без этого. Но соберёмся и вперёд. Честно, хотя я по национальности не крымско-татарка, я украинка, но я очень люблю крымско-татарский танец. Я живу в Крыму, я вижу эту культуру, я занималась, можно сказать, с детства крымско-татарским танцем. Для меня он стал уже родным. Как Крым родной для меня, да, считаю его своей родиной, так и крымско-татарский танец. Я очень люблю, танцую его и очень рада, что я участвую на этом проекте и танцую именно крымско-татарский танец. Для меня это очень интересно, попробовать себя в чём-то новом, почувствовать какие-то новые ощущения, эмоции, показать свой танец другим людям. То есть я пришёл сюда с надеждой удивить и показать себя только с лучшей стороны. Организаторы проекта и члены жюри рассказали о целях танцевального конкурса. От участников, что мы ожидаем, наверное, позитива, креатива и чтобы наши участники привили любовь к крымско-татарским танцам. Я хочу, чтобы каждый участник проявил себя, чтобы каждый участник обвинялся своим опытом хореографическим, что-то приобрёл, с чем-то поделился, чтобы их выступление было запоминающимся. И я думаю, они сегодня нас удивят постановками, я вот жду сюрпризов. Я ожидаю, что уровень танцевальный в Крыму, он вырастет намного больше. И этот проект даст большой толчок и вдохновит всех участников, в том числе и танцоров, которые растут, то есть маленьких детей, ну и танцоров, которые уже танцуют давно. Каждый участник старался проявить свой талант на все 100%. Танец дарит зрителю радость. Создавать эту радость на сцене – это и есть призвание танцора, отмечают сами конкурсанты. Я танцую, потому что моя душа танцует. Я не могу жить без танцев. И жизнь моя – это танец, музыка. Это полет души, это гордость и скромность девушки, это грация и сила парня. Это что-то красивое, что-то, что притягивает и от чего хочется танцевать душой. Второй этап танцевального проекта «Ойнах и Рым» будет проходить в начале июня. 100 тысяч рублей и звание лучшего танцора Республики Крым достанутся самому талантливому участнику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова